Не так давно Ставрополь лишился статуса исторического города. Решение принято на федеральном уровне и связано с тем, что в городе плохо берегут историческое наследие. Проще говоря, строят что и где попало, особенно в историческом центре. И план сохранения того, что осталось, до сих пор не разработан. Обсуждению этой проблемы посвятили круглый стол в Краеведческом музее. Восстанавливать утраченный статус решили с возвращения улицам исторических названий. И тут мнения разделились. Одни эксперты говорили, нужно начинать с маленьких улиц и проверить реакцию горожан. Другое мнение начинать с центральных. И непременно взвесить все за и против. Возможно, при возвращении исторического названия улицы Держинского, ей придется выбирать название сразу из трех. Ведь до того, как стать улицей Держинского, она как бы была три улицы в одной. Здесь, в верхней части, она называлась Воробьевка, в честь первого ее жителя. В средней части Вильяминовская, в честь командующего войсками Кавказской линии генерала Вильяминова. А здесь, внизу, ближе к цирку, Александровская, в честь императора Александра. В годы, когда Ставрополь был городом в Ворошиловском, вся улица Держинского называлась Лермонтовская. Своё нынешнее имя получила в 1938 году прошлого века. Имя Держинского не будет вычеркиваться историей. Оно будет в мемориальной доске, даже в нескольких мемориальных досках, где все будет сказано. Но вот вернуться к какому-то исконному названию стоит. Улица Комсомольская, одна из бывших улиц Солдатских. Когда-то была Кладбищенская. Кладбище было там, внизу, где теперь дворец Гагарева. Потом ее назвали в честь князя Борятинского, известного военачальника, который в свое время пленил Шамиля. Пленника в Россию этапировали через Ставрополь. Здесь очень много исторических зданий. Взять хотя бы дом купца Андрея Турбина, который почти полная копия бывшего дома губернатора. Того, где сейчас городская дума. Или знаменитый дом с привидениями. Выглядит как замок. Но сейчас в запустении. И снести жалко, и ремонтировать никто не берется. Борятинский, который внес решающий вклад в завершение Кавказской войны, который был блестящим военным, один из великих русских и полководцев, и гражданских, и политических деятелей. Проспект Октябрьской революции. Сейчас уже не проспект, а скорее Большая Парховка. До революции улица Театральная. После революции успел побывать проспектом Ворошилова. В старых названиях улиц было много и таких, которые указывали на их географическое положение или другие признаки. Гимназическое, архиерейское, монастырское. Называли их и по фамилиям тех, кто жил там. Вот как самый короткий Ставропольский переулок. Сейчас переулок Менделеева. Старое название. Плотниковский. По имени богатого домовладельца. Можно вернуться еще и к другим названиям, но следует подумать над тем, чтобы в историческом ядре города в первую очередь зазвучала история. О том, как соблюсти историческую справедливость, и думают сейчас руководители краевого центра. О том, что некоторым улицам нужно вернуть их имена, сомнений нет. Но надо учесть мнение в первую очередь тех, кто живет на этих улицах. Плюс это еще и довольно затратная процедура. Начиная с вывесок, заканчивая множеством документов. Это не должно носить такого спонтанного, массового характера. Должно со всей осторожностью, щепетильностью просчитано, изучено мнение. Поэтому предложение было создать небольшой совет из историков, краеведов, литераторов, филологов, для того, чтобы рекомендовать органу, который принимает решение о переименовании, а это Старопольская городская дума, те или иные предложения по названию тех или иных улиц. Впрочем, нам не придется в ближайшее время спрашивать, как пройти на Воробьевскую. Менять вывески будут, но не так быстро, как в советское время. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Юрий Корниенко, Информбюро.